есть вещи которые никогда не заделать по отношению к мужчине или женщине это называется предательство вот допустим предательство по отношению к мужчине сидит компания и жена говорит вася допустим вася а у меня мужик вот такой-то такой-то а вася его друг это называется предательство то есть она ставит вас все выше своего мужа просто в шутку компании он никогда этого не забудет потому что это предательство никогда в компании людей мужа не надо унижать а если кто-то унижает надо его заступиться и тогда он и тоже этого никогда не забудет теперь второй вариант предательство то есть сидит компания и муж муж говорит подружки жены что ты красивее моей жены но допустим все это предательство ну то есть она жена уже не может это забыть и она не может это как бы принять в жизни никогда не примет и она будет сомневаться уже в этом человеке просто два слова бывает мужчина это просто в шутку сказал и все он как бы ничего и не имел ввиду но такие поступки нельзя делать допустим ты нож кому-то в шутку показал а для него это не шутка и он это запомнит человек запомнил поэтому есть вещи которые нельзя делать шутку это разрушает отношения и в целом мужчина женился не нужно сюсю пусю с чужими девушками я же сексом с ними не занимаюсь есть тонкий секс если ты начинаешь дружить женщиной а у тебя есть жена дружить означает с ней рассуждать общаться там сокровенным говорить с ней сокровенным вы че с женой не могу а сокровенным побрать а вот с этой женщиной могу это моя подружка не жена у нас не возвышенные отношения запомните между мужчиной женщиной не бывает возвышенных отношений если вы начинаете с ней говорить о возвышенном значит это называется тонкий секс все дружба такая конечно бывают исключения но эти исключения они за ними тоже надо следить вот например женщине может быть мужчина наставник но надо посмотреть как ведет себя этот наставник если наставник женщины говорит как отец не рисуется перед ней тогда он наставник а если он рисуется значит это не наставничество значит это опять тонкое влияние друг на друг и это очень опасно если у мужа есть подружки надо их отшивать женщина иногда думает как я могу их отшить поймите что все в ваших руках и не надо думать что в эти отношения нельзя вмешиваться наоборот в эти отношения вмешиваться надо допустим у мужа есть подружка придите к ней в гости и скажите слушай давай дружи с каким-то другим это мой муж как бы я мне не нравится что ты с ним дружишь на каких-то стадиях это очень сильно срабатывает а если это не сработало вы продиагностировали эту стадию поняли что это уже запущенная стадии нужно включать другие рычаги например сказать своему мужу пожалуйста не дружи с ней иначе и поцарапаю фейс и потом если он продолжает дружить она пришла и поцарапала ей фейс по крайней мере то уж с поцарапанным фейсом тоже точно с ним дружить уже не будет потому что она на него обидится за это что его жена ему фейс поцарапала теперь вы скажете что то это какие-то неправильные методы знаете методы все хороши когда есть опасность что твой муж ты ты можешь потерять мужа понимаете если говорить о женщинах то не обязательно вот эта женщина она убедет мужа из семьи она может быть очень порядочной но если мужчина открывает сердце не тебе а другой женщине то это значит что она уже вскрыла в нем дырку как допустим вот грибы пища горит да грибы это хорошая пища а знаете что грибы это промежуточная форма жизни между животной и растительной и все грибы они питаются за счет других живых существ они все паразиты некоторые грибы грибы жрут например вешенки вот это грибы которые плесенью питаются они жут жут грибы вот и когда допустим человек грибами питается то грибы они какие бы ни были съедобные несъедобные не всегда направлено подавление иммунитета вот допустим один гриб на дерево сел он подавил иммунитету дерево а дальше все остальные грибы уже садятся и дерево помирает один гриб может быть ему не страшно точно так же женщины муж с одной женщины завел отношения она может его не уведет но барьер между ним и женщинами чужими становится меньше и поэтому как бы вероятность что он еще с какой-то начнет общаться очень высока поэтому женщина должна следить чтобы у мужа не было подружек иначе ну разврат неизбежен это факт что бывает тяжелый период женщина бывает она себя неправильно ведет есть у нее есть вина но все равно вот допустим человек болен да и болезнь уже пришла к хирургической стадии надо все равно оперировать неважно есть вина или нет ну допустим ты приходишь к врачу у человека уже там геморрой вылез допустим уже болтается врач смотрит на него говорит у вас неправильный образ жизни и пациент говорит ну слушай мне надо что с геморроем делать как бы я понимаю что мне неправильный образ жизни он врач говорит это не проблема геморрой измените образ жизни он сам залезет он говорит у меня сейчас болит мне помоги нет нет как бы это ваше наказание терпите все это за врач тогда должен помочь он должен нам отрезать все не нужно или вставить зашить все там врач помогай ты не не рассуждаешь прав человек или неправ ты просто врач лечи его да то надо что-то делать а там уже потом решает чем ты не права как-то неправильно себя вела с мужем но если он его понесло то ты должна что-то с этим делать немедленно а вот это вот означает вы неправильно понимаете мои лекции как одна женщина писала мне записку олег геннадьевич я говорит от мужа отдалилась а он мне позвонил к маме поехал он позвонил говорит отдались еще на недельку я от тебя так отдыхаю тоже лекции слушать она говорит почему так он сказал это потому что вы ему не служили вот когда человек я к чему это пример то привожу человек служит заботиться итог наглеет вот тогда надо отдалиться и человек благодарным сразу становится говорит прости меня я виноват потому что ты служил а если ты сама обнаглела еще потом отдалилась так он говорит ну слава богу я отдыхаю вот смотрите вот у вас новая семья допустим есть дети допустим мужчине с детьми надо общаться но женой бывшей не надо строить близкие отношения просто вот отношения по поводу детей там спросил сказал все но если ты начинаешь там сисю пусю с бывшей женой то ясно ты будешь портить отношения с настоящей она никогда это не примет в твоей жизни и ты говоришь но это же мои дети мне надо с ней отношения поддерживать смотря какие отношения ты хочешь не поддерживать конечно будет оттягивать будет оттягивать да надо его обучать мужика обучать надо вот смотрите слышите да бесполезно а я вам говорю мужчина медленно обучаемый ну и что ну и что все зависит от него если он ведет себя нейтрально она ничего не сделает вот попробуйте попляшить вокруг меня ничего я нормально и нейтрально себя ведут это всякое бывает я спокойно нейтрально себя веду просто и все обучите мужика своего он медленно обучаемый обучаете 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 когда он поймет как себя вести вы успокоитесь то что она так себя ведет ну ради бога это ее выбор что вас это волнует главное чтобы он не реагировал ну и чё по доброму с ней говорить по доброму можно по-разному вот смотрите я вот сейчас по доброму с вами говорю по доброму а сейчас тоже по-доброму чувствуете по-разному то есть по-доброму надо просто правильно по-доброму себя вести не наслаждаться бывшей женой вести все нейтральные отношения не искать счастья в ней в отношениях с ним мужа обучайте хорошо в этой ситуации виноват муж или это ваша судьба наверное видите вам надо переключиться сначала на это потом понять что я виновата а не он потом бог вам знают да знание в чем вы виноваты сейчас вы находитесь в состоянии боли когда человек находится в состоянии боли он знание принять не может вот допустим ребенок плачет ему объяснить в чем проблема невозможна его надо сначала успокоить а успокоить в конце концов сильно успокоить означает принять судьбу поэтому я вас просил муж виноват или ваша судьба видите если это виновата ваша судьба тогда вы можете глубже попытаться понять свою судьбу и понять почему бог так сделал что вы страдаете из-за того что есть дети не от вас у вашего мужа и ваша мысль приведет вас к вашему прошлому и вы увидите в своем прошлом ошибку которая привела к этой проблеме уже в этой жизни эта ошибка произошла и вы получили эту проблему уже ошибкой совершая в этой жизни и тогда вам легче будет жить уже поймете за что вы наказаны но для этого надо сначала принять судьбу чтобы понять свое наказание а вы сейчас в гневе просто сейчас коцаете всех и все но от этого ничего не меняется женщина должна выходить из этого состояния это божественная энергия по коцать всех женщина может в него войти это страшная энергия разрушающая все вокруг но это не способ жить сейчас мы каким образом кто в этом напомнил это Продолжение следует...